коммерсант дал информацию о том что будет поставлена вторая линия арктика спг-2 как ты можешь прокомментировать эту ситуацию с учетом того что санкции действует там даже на отдельно взятые суда газовозы и так далее не говоря уже о линда которая свернула свою деятельность немецкая компания которая свернула свою деятельность на территории россии ну действительно информация появилась как ни странно подтверждение на сайте самого новотека пока нет может быть появится по сообщению коммерсантов ночь со среды на четверг двинулась в путь вторая технологическая линия арктика спг-2 напомню что на гравитационных платформах их делают это такая большая бетонная коробочка в которой собрано все оборудование включая криогенные емкости все до свете достаточно интересное инженерное решение необычное такие еще подобного никто не делал но это опыт опыт средства ямала спг строить завод целиком на материке то есть на вечной мерзлоте со всеми вытекающими отягощениями это одно собирать технологические линии заводских условиях это поселок белокаменка рядом с мурманском огромный завод очень жесткие сжатые сроки несмотря на все пандемии проблемы построен внутри цехов все это собирают доставляют буксиры долго дано мы это уже видели например а первой линии если смотреть по тому как доставлялась около месяца занимает такой маршрут конструкция весит многие сотни тысяч тонн не хочется попадать в проблемы со льдом то есть аккуратненько неспешно на месте гравитационная платформа эти нагружаются внизу грунтом камней слава богу на ямале хватает становится плотно на дно происходит соединение со всеми наземными линиями прежде всего с газопроводом и собственно говоря запускаются линда действительно ушла технологии должна была она предоставить отказалась от продолжения договора единственное что не слышал чтобы на вот такого подавал по этому поводу в суд вероятнее всего действия правительства федеративной республики германии моего любимого героя канцлера шульца форс-мажорные обстоятельства в принципе думаю немецкие компании сейчас во всех международных договорах должны описать вулканы шульц землетрясения наводнения фон дерлей много таких стихийных явлений тем не менее с учетом правда закрытости информации по нынешним временам на мой взгляд это вполне оправданно рассказывать как новотек это сделал слух он не стал достроена и первая линия была хотя линда стартовала прочь из россии еще весной 22 года причем стартовала так что только пятки сверкали включая и прервала и те контракты которые не подпадали ни под какие санкции что не применил заметить газпром то что касается производства спг да действительно в этих реструкционных списках есть то что касается обычных заводов перерабатывающих ничего нет тем не менее линда убежала чем закончится судебная тяжбы будем смотреть но новотеку промолчал из того что было известно как сражались с санкциями там числе прочего оборудования на той же гравитационной платформе должны были устанавливаться турбины большой мощности газовой турбины большой мощности поставлять их должна была беккер энд хьюгс американская компания и тоже нет турбина так скажем они двойного назначения не только обеспечивает электроэнергией которые необходимы разумеется но и так скажем технологической цепочки сжижения подать газ под давлением тоже тоже они же чем собственно говоря и были удобны у нас подобного качества турбин не выпускают газовая турбина большой мощности которую сейчас производится ростехом и силовыми машинами они рассчитаны на электростанции то есть такой маневренности снизить давление повысить давление в конструкция не заложено выход ну а так нашел достаточно изящный на берегу до приходится маневрировать так скажем имеющимися возможностями будет обычная электростанция и дальше будут использовать насосы работающие на электроэнергии тоже отдельная тема как будет оснащен это оснащена вот эта электростанция вроде бы намечался контракт с китайскими производителями но сроки которые китайские специалисты предложили но вот так не устроили и сейчас отрасль ждет того что это будет размещено у нас на внутрироссийском рынке что тоже полезно на самом деле больше загрузка у наших машиностроителей тем тем лучше нам же несмотря на инфляции ставки цб и так далее это так сегодняшнюю новость отрабатываю а повышение ключевой ставка мы повышаем ключевую ставку потом удивляемся инфляция растет удивительное дело возвращаемся к новотеку санкций действительно немало понятно что какую-то политику туда будем естественно примешивать нам что-то про агрессивную тоталитарность и тоталитарную агрессивность и так далее на самом деле если вещи своими именами называть в двадцать шестом году вмещается вот целой серии спг заводов на территории соединенных штатов и есть возможность убрать хотя бы одного конкурента они это делают политический флор это одно реально напомню арктик спг это три технологических линии по 6,6 миллиона тонн каждая то есть 19,8 десятых миллиона тонн вес этого проекта достаточно много это больше 25 миллиардов километров газа в обычном состоянии зачем такой конкурент подумали в соединенных штатах развесив демагогию такую наваристую клюкву пошли в бой действительно подстанциями находится сама сама компания артик спг-2 подстанциями находится компания которая решила решала вопрос с транспортировкой я имею ввиду перевалочные базы они полностью собраны 1 на камчатке возле петропавловск-камчатского 1 рядом с мурманском идея была в том чтобы очень дорогие танкеры-газовозы усиленного ледового класса арк-7 международной классификации ямал макс отдельное название понятно под какой проект их разрабатывали создавали такие танкеры могут своим ходом преодолевать льды до метра много действительно возможность увеличить навигационный период без ледокольного сопровождения тоже денег стоит конструкция очень интересная винтерулевые колонки позволяют разворачиваться судно вокруг своей оси идти кормой вперед по свободной воде идет носом вперед все в порядке если натыкаются на ледовые поля разворачивается корма там предназначен для того чтобы проламывать льды и продолжать движение понятно что скорость при этом меньше ну и как выглядит толщина корпуса тоже понятно отсюда и вот на тот момент когда заказывали станкеры ямал макс и она цена на обычная конвенционная так скажем танкеры газовоза была около 160 миллионов долларов за такую рабочую лошадку 170 тысяч кубометров объем танков ямал макс ровно в два раза дороже 320 минут и до появления у других перевалочных баз получалось что такое судно ямал макс до конечного потребителя то есть доставляет продукцию то есть не только проходит экваторию северного морского пути но и дальше по южным морям разумеется это не самый правильный подход есть уж судно сделали того чтобы в архе ходила пусть там охотят то есть идея была простая загрузились на ямале на ямала спд дошли до перевалочной базы перелили дальше уже обычными танкерами их завозами до конечных потребителей можно развозить ямал макс разворачивается и уходит обратно в арчику то есть он вообще не не выходит из этой ледовой обстановке разумеется повышает производительность снижается себестоимость и так далее так далее компания которую создали как владельца оператора вот этих перевалочных баз тоже под санкциями под санкциями действительно уже и отдельные танкеры в связи с чем собственно говоря у проблемы и стали нарастать по плану 4 танкеры газовозы должны были быть сданы в эксплуатацию в прошлом еще в прошлом году нашей судостроительной корпорации компании звезда на дальнем востоке сдвинули вправо будучи уверенными что часть заказа была размещена в южной корее заберем те подтянем эти но все все комбинировалось до того момента когда южнокорейские судостроители выяснили что они не могут отдать заказчику судно потому что санкция и сказать что южнокорейские предприниматели очень рады этому событию тоже нельзя потому что вот все готово отдать нельзя продать на страну понятно что будут и штрафы за сроков и так далее и так далее тоже нельзя потому что этот танкер не только в два раза больше стоит он и в эксплуатации он тяжелее соответственно расходы на него выше такая пауза то есть грубо говоря самовар у нас есть стакан поставить некуда первая линия была доставлена ее смонтировали жидкость пошла еще в конце прошлого года то есть те кто отвечал за монтаж все свое отработали вот и все встали как мы будем с этим бороться сложно у нас в эфире много слов о том что мы будем строить новые верфи судостроительные так далее так далее но это все конечно хорошо на звук по факту мы пока не видим никаких технико-экономических обоснований ни одного проекта и даже если прямо сейчас начать строить эти верфи когда все это закончится сначала надо зовут построить потом зовут начнет строить сами сюда в никуда отдельное спасибо тем кто разрабатывал стратегию развития судостроительной отрасли россии очень хорошо получилось неплохие результаты наша крупнейшая строительная корпорация войска объединенная судостроительная компания практически есть вещи своими именами называть находилась предбанкрутном состоянии именно поэтому в оперативное управление передано втб на пять лет просто для того чтобы разобраться с финансами что же там получилось входит множество заводов строительных судоремонтных везде были набраны заказы сроки сорваны штрафы удорожали но и так далее и так далее достаточно хлопотно и я буду только рад если наши банкиры как бы занимаясь непрофильным бизнесом с этим управиться финансовая дисциплина была не то что 0 было даже немножко ниже но так что делать две линии готовы в нашей любимой западной прессе пошла информация о том что идет скупка черного флота он раньше был просто темные серые но потом у них там они же любят там вот эту градацию по цвету штанов серыми стали банки через которые ходят наши деньги а флот стал черным или темным как все очень сложно некие компании зарегистрированы в объединенных арабских эмиратах никому не известны но в принципе что открываем авито смотрим почему можно зарегистрировать какого класса компания в объединенных арабских эмиратах и работаем началась скупка танкеров газовозов которые тут же получают разрешение на прохождение по акватории северного морского пути в отличие от нефтяных танкеров танкеров газовозов в мире не так много относительно молодое направление бизнеса их сейчас таких танкеров около 700 штук и самое если мы не касаемся ямал максов уникальных есть такие суда класса арк 4 это до 30 сантиметров льда они востребованы потому что в канаде есть ледовая ситуация у норвегии есть завод достаточно далеко на севере расположены то есть вот такое есть спасут ли они ситуацию с арктик спг-2 но мне сказать сложно понятно что каких-то комментариев от новотек мы по этому поводу не дождемся в силу того что ситуация вот такая какая она есть но что может быть что такое арк 4 это значит что навигационный период совершенно точно можно уходить в западном направлении откуда будет наливаться спг сжижный природный газ в танке этих газовозов с учетом того что расстояние через обскую губу между арктик спг-2 и мало спг 70 километров вот где-то где-то взял где-то налил в западном направлении да все в порядке в восточном направлении сложнее потому что совсем недавно начнем открылась эта навигация пошли первые танкеры газовоза сейчас первые нефтяные танкеры прошли восточном направлении обстановка восточнее диксона ледовая совершенно другая то есть если от мурманска до диксона действительно круглогодичная навигация справляемся то хватит ли ледоколов на то чтобы хотя бы в навигационный период протаскивать арк 4 сказать сложно тем более что касается строительства атомного ледокола класса лидеров сроки сдвинуты вправо государственная программа была построить 2 одно главное судно на котором так скажем потренироваться дальше 2 должно было быть тоже построено финансирование со второго министерства финансов сняла так было надо же деньги куда-то пропали не так давно зато есть государственное финансирование на строительство двух дополнительных ледоколов классов к 60 222 20 лидер если так официально называть этого к 120 вот он звену справа то что строительная вера звезда понятная ситуация ну будем ждать верить ли информация о том что идет скупка мы не подтверждаем не комментируем никто из наших экспертов никто из наших официальных лиц разумеется то ли есть то ли нет но на том серый черный серобуромалиновый флот чтобы о нем никто ничего не знал более-менее точно известно что разрешение по прохождению северного морского пути для четырех таких танкеров было выдано по крайней мере это не воздух они действительно существует станет ли их больше хватит ли всего четырех будем наблюдать будем наблюдать понимаю что нова так компания более чем серьезная проект артик спг-2 это десятки миллиардов долларов если такие вот риски идут значит там какой-то план есть какой мы ну или не мы наши дети в каких-нибудь книгах прочитают когда все это будет завершено высокорисковым стал бизнес по производству спг в россию надо признать как мы будем из этого выкручиваться выпутываться мы сейчас не видим новых спг-проектов кроме артика спг-2 будет строиться 3 линии не будет нам не сообщают опять же причины понятно и совершенно непонятно будет ли завод белокаменки продолжать работать потому что там возможности производственная одновременно заниматься монтажом сразу двух линий вот работа шла вторая третья очереди артик спг-2 одновременно выполнялись третья линия пока продолжает монтироваться или не продолжает опять же сложно сказать не например белокаменку позвонить некому работают там монтажники не работают но один цех стал свободным как его буду задействовать напомню что был согласован проект мурманске спг опять же три технологических линий тоже на 20 миллионов тонн выходит но уже не по чужим технологиям а по своим патенту новотека есть на крупнотоннажное сжижение причем как в арктическом исполнении то есть где первую линию сжижения обеспечивает ямальский звонкий мороз та самая причина по которой на ямала с удивлением летали специалисты из катара из других стран мы сидим в студии какой-то объем воздуха есть как его сделать жидким сжать опустить температуру еще сжать еще опустить температуру и дождаться несколько ступеней ну вот так она есть очень грубо ну как то как по-другому если мы говорим о персидском заливе а катаре добыча с северного купола газ при температуре плюс 35 40 на ямале самые высокие температуры рекордные отметки в районе с обед до плюс 12 иногда доходит так что первая линия сжижения называется откройте форточку все будет хорошо это о том что в нашем страшном холодном мордоре и холод это тоже производственная такая вот часть цепочки производственной и поскольку это достаточно дорогостоящие мероприятия те же специалисты из катар газа говорили что по себе стоимость мы вас не догоним хотя вы находитесь сами вот и полярная ночь и в юге и медведей все что угодно но мы ничего с этим сделать не можем нам чтобы дойти до нуля надо уже вкладывать деньги правда поинтересовались а что будет если вот так опять будут такие страшно страшная жара в плюс 10 как тогда-то на что им флегматично заметили ну тогда просто возьмем ведро и зачерпнем соленую воду она замерзает при минус 4 не волнуйтесь мы найдем чем охлаждаться но это одна технология вторая на самом деле такая всепогодная мурманский тоже будет работать друзья в очередной раз напоминаю о том что полное название нашего канала независимые аналитический онлайн журнал геоэнергетика инфы и слова независимость после того как была отключена монетизация со стороны ютуба для нас стало дорогим ценным близким для того чтобы сохранять независимость вы прекрасно понимаете что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива поиска спонсора который будет задавать нашу новостную повестку нашу так скажем стратегию тактику нам кажется не самым удобным поэтому напоминаю о том что у нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале где мы стараемся сообщать все новости касающиеся нашей работы наших новых проектов вы нас можете видеть на портале вконтакте вы нас можете видеть в зене вы нас можете поддерживать за счет того что у нас имеется страница на спонсору все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том что если вы хотите чтобы проект геоэнергетика инфа продолжала развиваться нам необходима ваша помощь и поддержка большое спасибо за внимание под этот проект необходимой поставки газа было заключено соглашение с газпромом о том что строю строится газоотвод от волхова до мурманска до белокаменки тоже очень необходимый на самом деле проект не только для мурманской области которые уже 50 лет ждет когда же наконец газифицируют если помнишь там были затеи штокмановская месторождения начать разрабатывать оттуда газ привести сдвинуто вправо по самым разным причинам штокмановская месторождения в одно время рассматривалась как ресурсный источник для северного потока 2 не тащить из сибири здесь короче подчерпывать утыкалась в то что непонятно как могла сыграть экономика с газификацией мурманской области она необходима целая область сидит на мазутном отоплении можно рассказывать разное про углекислый газ но горящий мазут это точно не то что приносит большую радость пусть этим утешаются в швеции на кипре нам как бы не пристал но проводить трубопровод прокладывать трубопровод от тех трубопроводов которые приходят ленинградской области это значит нужно перескать территорию карелия с ее гранитными грунтами все это можно но весь вопрос это не вопрос как всегда если спрос в мурманской области и в карелии совокупно рассматривался в объеме 8 миллиардов кубометров газа в год экономики там не было построить да можно но для того чтобы купить вот такое строительство нужно поднимать тарифы так что этот газ вообще никому не будет нужен будет золотым и вот здесь ну а так поставил плечо за свой счет положить этот газопровод но не под 8 миллиардов кубометров в год а под 30 то что необходимо мурманской области карелия до разбирается 27 миллиардов кубометров на испога зовут соглашение было достигнуто но большая информация о том как этот проект подвигается в открытых источниках ничего нет понятно что это инженерная задача такая совсем нетривиально надо решать понятно что заниматься взрывными работами чтобы потом проложить трубу это вряд ли соответственно и придется какую-то воздушную линию ввести тоже такая задача молчим ждем в том случае если бы мы узнаем новости о том что зовут белокаменки опять загружена работа значит этот проект двигается но или наоборот если мы узнаем новости о том что начались какие-то движения по прокладке вот этого газопровода значит в белокаменки будет работать будем надеяться что хоть откуда не будет информацию мы до услышим вот такая ситуация такие размышления по по этому поводу то что нам не хватает танкеров газовозов усиленного ледового класса очевидно сможет ли судостроительный комплекс звезда войти в рабочий ритм тоже сходу не скажешь напомню что куратором этого проекта является компания роснефть известная судостроительная организация ну такое было решение организационная так и я думаю что именно по этой причине роснефть действовал так как вот предписано во всевозможных учебниках как-то делать берем наиболее доступные технологии начинаем да хоть с отверточной сборки хоть с какой но постепенно увеличиваю увеличивая локализацию и соответственно комплект технологий который там был криогенные емкости от французской компании gtt ушла хотя сертифицировала там достаточно такая не очень простая технология самая новая самая модная сама экономичная на самом деле модель марк 3 это 0,8 процентов испарения в сутки почти ничего тем более что отпорной газ шел как топливо для двигателей которые могли работать и на мазуте и на дизельном топливе и на спд такие двигатели производит очень небольшое число компании для нашего дальневосточного завода была приглашена компания версия афинская прекрасные двигатели там в течение 90 секунд они переходят с одного виду топлива на другой финская компания тоже ушла было создано совместное предприятие с компанией general electric по производству долл должно было заняться производством сами тех самых вентрульевых колонок ниже киля торчит отдельная колонка на ней винт который вокруг себя вокруг оси может вращаться и соответственно судно можно двигаться боком перед и назад как угодно с учетом ледовой обстановки это необходимо на дженерел электрик разумеется тоже ушли вот в такой ситуации сейчас звезда то есть им там тоже очень и очень непросто сможем мы все это скомбинировать превратятся ли слова о том что нам необходимо как минимум два новых судостроительных завода один на дальнем востоке 1 европейской части можем пока только наблюдать если коротенько и если коротенько да практически на полчаса проект такой на самом деле для нас развитие северного морского пути это вопрос стратегический понятно что задание президента о том что в 2024 году грузовый оборот должен достичь 80 миллионов тонн с урона с урона по самым разным причинам при этом подведение итогов что произошло где допущены ошибки где наши ошибки где влияние пандемии влияние санса никто не подводил этого анализа просто нет и наши чиновники уверена у нас в риторике который была еще в декабре прошлого года до четвертом году будет 80 миллионов тонн в прошлом году получилось 36 6 нормально в буквальном смысле слова нормально причем это не то что в это в пять раз больше чем грузооборот был советские времена то есть уже очень серьезно достижение не подводя итогов все наши многоуважаемые политики руководители перешли на новую риторику к 30-му году грузооборот будет 200 миллионов тонн уважаемые зрители и слушатели по-прежнему продолжается политика youtube а в неизменном виде по-прежнему велик риск того что youtube для россии перестанет функционировать одним из новых направлений проекта геоэнергетика мы будем пробовать все имеющиеся у нас материалы в том или новом виде отредактированного возможно размещать нас портале за яндекс цен это все-таки пока еще наша отечественная платформа там можно работать без цензуры поэтому предлагаю заглядывайте вы знаете что часть роликов которых содержится слова украина мы вынуждены цензурировать вот там это будет в полном объеме может быть это покажется вам более интересным более живым ссылки на наш яндекс цен есть в описании подписывайтесь комментируйте высказывайте замечания пожелания всегда будем рада на них откликнуться всем спасибо за внимание